Продолжение следует... Продолжение следует... Бывает, что олененок остается без матери, когда у оленухи пропадает молоко или ее загрызает волк. Или по каким-то другим причинам оленуха погибает, пропадает в тундре. Оставшегося олененка начинают выращивать люди. Каждому из таких оленят дают имя. Кормят олененка молоком. Еще оленята очень любят соленый рыбный суп. И вообще все соленое. Это связано с нехваткой соли в их организме. Вот здесь как раз я снимаю, как приручают оленят, давая им соленый рыбный суп. Это зима. Так оленята выглядят в это время года. Они, обгоняя друг друга, угощаются соленой похлебкой. Весной они темненькие. Черненькие, маленькие. Чтобы выкормить их, собирают также и яги. Субтитры сделал DimaTorzok А вот эти кадры сняты летом. Здесь оленят кормят молочной кашей с хлебом. Как и всяким малышам, оленятам необходим молоко и молочные продукты. Для вскармливания оленят, оставшихся без матери, оленеводы покупают сухое молоко в мешках. Выкормленные таким образом оленята быстро привыкают к человеку и его жилищу. Даже став взрослыми оленями, светильственными рогами, они норовят забраться в чум, чтобы спрятаться от надоедливых оводов и комаров. Через год, два, три, вырастая, эти прирученные олени все так же запросто подходят к человеку. Они просят хлеб, соль, соленый суп. Такие ручные олени становятся первыми помощниками оленевода. Они будут помогать пастуху, когда олени уходят далеко в поругу. Прирученные олени не боятся собак. Скорее, собаки их боятся. Таких оленей первыми учат ходить во фряжке. Их не надо где-то искать. Они постоянно крутятся вокруг чума. И поймать их легко. Поскольку такой олень не боится людей, выкормивших и приучивших его. Субтитры создавал DimaTorzok